дорогие мои везунчики рада приветствовать вас на канале натальмастерс и сегодня вы смотрите первую серию давайте называть их сериями из цикла школа вязание крючком с нуля уж не знаю до какого уровня мы с вами дойдем в этом базовом курсе но идея такова я очень очень подробно со всякими разными моментами их миллион вязание крючком буду рассказывать вам как же вязать крючком самого-самого начала очень подробно поэтому кто хотел мечтал научиться я постараюсь и показывать все во всяком случае на первоначальных этапах медленно для того чтобы вы не включали замедленный режим на всякий случай напоминаю что замедленный режим на любом экране воспроизведения youtube вы можете включить в любом видео абсолютно вот здесь правом верхнем углу кнопка с тремя точками вы ее нажимаете далее у вас выпадает меню скорость воспроизведения вы ее меняете можете делать быстрее можете делать очень медленно единственное что голос при этом замедляется смешно и становится более низким но для того чтобы рассмотреть сам процесс вязания эта функция незаменима пользуйтесь ей в тех мастер-классах которые для вас пока слишком сложные непонятные и так далее сегодня мы с вами уже начнем вязать что я планирую в этом подробном курсе очень и очень многое начнем мы с вами нестандартно а именно как я считаю лучше всего освоить крючок мы начнем с круга всегда будем вязать какое-то изделие на каждую тему и не со столбиков без накида как правило а со столбиков с одним накидом по кругу потом я планирую для того чтобы вы все прочувствовали и поняли разобрались с устройством петель вязание филейная обязательно будет эта часть тоже разберемся будем изучать схемы на любую тему все что мы будем вязать изделия конечно же чтобы вы были не с пустыми руками и у вас был на выходе симпатичный не образец а именно утилитарное изделие вот такие планы пока не очень амбициозные но к весне сейчас самое время задуматься надеюсь что мы с вами свяжем красивый топ узором достаточно замысловатым по схеме и разберем также часть будет посвящена рельефному вязанию самым разным резинкам сейчас очень актуальной резинки поперечные развивается в этом в эту сторону вязание направления ну и перед тем как мы начнем сегодня видео можно будет разделить на две части мы поговорим о пряжи и крючках я поставлю тайм-код кому не интересно эту часть пропустите но я не советую вам этого делать я вижу больше 40 лет я с трех лет начала вязать и поверьте мне выбор пряжи инструмент если сравнивать со спицами хороший крючок важнее на многих спицах можно вязать это не так чувствуется как крючок почему то что устройство крючка сейчас мы с вами рассмотрим на имеет форму голова стык ручка без ручки обо всем этом поговорим это действительно очень важно и выбор пряжи тоже очень важен я вам свои рекомендации с большим опытом посоветую что я считаю очень важным именно в вязании крючком очень разное вязание спицами крючком меня всегда поражает когда меня просят какую-то модель подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал потому что там очень много модели бесплатных описаний есть чат проходите вы не будете разочарованы активный виду телеграм-канал он активно развивается ссылка на него под этим видео я недоумеваю когда какую-то модель меня просит да давайте точно такую же в спицах или давайте точно такую же в крючке придумаем это очень сложно можно что-то наподобие сочинять придумывать и на youtube канале этим занималась но тем не менее это очень разные техники спицы и крючок поэтому если вы даже совсем не умеете вязать этот курс для вас если вы прямо сегодня хотите со мной начать то берите любой крючок пока я вам буду рассказывать все прочее вы можете уже поискать например номер три вот здесь у меня три с половиной конечно все крючки пряжу которые буду показывать вы можете приобретать в нашем магазине с доставкой по всему миру у нас очень большой выбор и отдельные номера как вы видите от разных мировых брендов самых популярных до наборов красивых красивых у меня у самой огромная коллекция наборов как-нибудь в другой части я вам ее продемонстрирую крючок вот такой да например 3 от двух с половиной до четырех с половиной не нужно меньше не нужно больше пряжу для обучения я рекомендую вам средней толщины и хлопок вот такая у ситуация такое мнение я считаю что на хлопке удобнее виднее чем на шерсти полушерсти можно прочувствовать и понять саму суть крючка далее немаловажная деталь то что вязание крючком считается техникой конечно с неограниченными возможностями я считаю что возможности в крючке именно творческие декоративные они конечно более яркие чем у спиц у спиц свои преимущества более носибельные изделия спицами для зимы больше возможности у спиц а лета в преддверии весны в преддверии лета вот мы с вами крючок и освоим все-таки вязание крючком это прежде всего летнее вязание я сама увидите сколько у меня мастер-классов туники топы я очень люблю летом вязать крючком у меня летом сезонность как с парфюмерии летом крючок зимой спицы ярко выражена и так пряжа должна подходить крючку например если брать недорогой итальянский хлопок бэти эджита он у нас есть и в клубках и в бобинах возьмите хлопок он может быть с это может быть и с акрилом хлопок в общем любая ниточка конечно никакой текстуры никакого меланжа она должна быть однотонная для обучения теперь мы с вами разобрались для осваивания крючка какая нам понадобится пряжа хлопок средней толщины вот метраж перед вами соответствующий крючок как почувствовать подходит ли крючок для пряжи этому с вами когда сегодня начнем вязать посмотрим я вам расскажу об этом надеюсь вы не сердитесь что все так подробно и теперь немного поговорим о пряже все вязание крючком нужно разделить на декоративное многие мое поколение начинали осваивать вязание крючком салфеток и вы знаете это очень и очень благодатно почему потому что по салфеткам легко научиться читать схемы все кто связал 5 каких не сложных салфеток не имеет никаких проблем со схемами но салфеточки и декоративное вязание это первая часть для чего предназначен крючок это подушки скатерти разный декор покрывала пледы и прочее прочее может употребляться пряжа сильной скрутки вот например как я предлагаю вам добыть и это пряжа сильного скручивания а есть пряжа плоская если вы встречаете в продаже иногда такое бывает даже в масс-маркете какие-то фрагменты связаны крючком я их сразу вижу они всегда из плоской пряжи просто для обучения она не подходит потому что расслаивается но как только вы научитесь вязать на самом деле из плоской пряжи изделия вязаны крючком то есть что значит плоская видите она не сильно скручена вот так волокна можно раздвинуть меньше подходит для обучения но в дальнейшем плечевые изделия одежду лучше вязать из любой пряжи более плоской не будет косить не будет стоять колом а для обучения для скатерти для салфеток подойдет крепко скрученная пряжа так давайте немножко еще поговорим про составы хлопок со льном если вы хотите чтобы все четко каждый столбик было рельефный вот выбирайте ниточку в которой красиво выглядит изделие связанное крючком вы конечно это все сможете почувствовать только с опытом когда вы повяжете из разной пряжи прочувствуйте это на себе иногда бывает пряжа достаточно крепенько скрученная вот это очень хороший пример летнего хлопка дорогой бренд а хлопок недорогой очень вам советую там красивая палитра пирамид cotton от schochenmeyer здесь пряжа скрученная очень красиво будут крючковые узоры но в то же время она настолько мягкая бывают и такие варианты пряжи так что чего только нет с вискозой вискоза придаёт блеск сайном мой любимый cotton бомбулина ли он придает дороговизну тоже такой лес блеск блеск лоск очень приятно вискоза это сиам ламбанда файн я ссылочки вам на всякий случай оставлю тоже подходит для вязания когда вы станете более опытным для обучения не стоит блеск вас будет отвлекать тоже пряжа будет расслаиваться но в будущем вискоза с хлопком хлопок с альном это летнее вязание про шестяную пляжу мы поговорим потом когда уже что-то будем такое вязать из составов осенне-зимних из какой еще пряжи помимо здесь у меня очень красивый коричневый оттенок без холодный не очень светлый тоже от пойти вы поняли какую толщину и рекомендую для того чтобы учиться и подойдет для вязания крючком и летнего тем более только большими номерами крючков шнурковая пряжа это шнурочек шнурочек филикуди хлопковый он есть с принтом изделие в духе кучинели можно вязать и есть совсем однотонный и так шнурки составы в целом про хлопок мы с вами поговорили так и стопроцентный лен например вот сам так он и называется линон давайте поговорим теперь о крючках а пряжи вы имеете представление почему маленьким крючком не нужно учиться вязать вам будет сложнее скоординироваться я например когда начинала вязать цепочку из воздушных петель я вязала будучи крохотной малышкой крупным крючком конечно не вот таким как от тулип есть огромные номера смотрите номер 15 классные крючки можно вязать ковры пледы быстрые пледы из толстой пряжи только обязательно мягкой например такой как velvet про от гималая да я вязала из тонкой пряжи дальше всякие салфеточки сложно присматриваешься ну конечно в юности очень острое зрение все получается но тонюсенькими крючками здесь большой большой метраж а это фил дискозе здесь не такой большой метраж вот здесь большой метраж вырез посмотрите 450 метров 50 граммах очень очень тонкая пряжа бывает конечно же еще тоньше и нам здесь крючок рекомендован один с половиной и два крючки начинаются от половины миллиметра например в линейке soft touch я вам сейчас их не буду показывать есть крючки 0 5 0 6 0 7 0 8 потом один миллиметр и так далее и разные четвертинки и половинки номера сами крючки давайте поговорим о них так как в семье я много вижу и у всех свои пристрастия но самые мои любимые крючки это кловер и не кловер японские soft touch хотя многие любят именно такие крючки у них вот эта часть и резиновая сами не из пластика тоже очень качественные мои любимые есть один небольшой изъян самые самые удобные для меня самые быстрые это кловер у них самая лучшая форма головушки очень эргономичная такой крючок сам ныряет в петельку вот почему важен качественный крючок для вязания крючки от tulip тоже японские и тима роуз и тима ред они есть и в наборах очень красивые я люблю меньше очень похожи форма головы но поверьте мне она чуть-чуть другая вот чуть-чуть и я это чуть-чуть чувствую хотя тоже и не вижу все эти наборы у меня есть я бы не рекомендовала для начинающих деревянные крючки этой беновое дерево ландерном можете пополнить свою коллекцию такой необыкновенной красотой они не очень скользят по сравнению с металлическими так конечно это великолепные тоже крючки прелесть у них красивая законцовка деревянные крючки для обучения я пока вам не советую давайте просто полюбуемся крупненькие номера пятерочка и у tulip и моей любимой себе серии clover amour ручка вся резиновая бархатистая как кнопочки от пульта у кого нет крючка с ручками я предпочитаю крючки крючки без ручек тоже очень-очень удобно маленькие номера когда тугое вязание когда мы вяжем крючком из рафии до из рафии тоже будем вязать и крючки хороши не разбалтывается ручка все таки когда мы вяжем очень туго во всяком случае моих любимых козы раму вот здесь чуть-чуть такое какое-то трепыхание через пять лет появляется тут фиксация надежная чувствуется внутри мощная мощная распорка и также самый популярный мне кажется в мире это soft touch clover но мои пристрастия я считаю самая лучшая форма это amour они не самые дорогие но мои самые любимые и еще их удобно по цветам номер отличать уже привыкаешь какой цвет какой номер и удобно так про крючки мы с вами обсудили можете конечно и без ручки использовать крючок для обучения так это тоже вот tulip есть набор классика кто любит крючки без ручки тоже очень удобно я люблю крючками без ручек тоже вязать про крючки по моему все я вам сказала но в процессе буду что-то добавлять обычно огромные номера крючков из пластика я не очень люблю крючки анти у них нет вот этой острой головы почему-то она скруглена большому сожалению и теперь мы поговорим про следующий этап раз уж мы с вами все собрались обсуждать это захват включила макросъемку чтобы показать вам свой любимый кловер амур макро какая у него потрясающая форма самое самое любимое и отполированность всякие старые советские крючки тоже привыкаешь кто вяжет годами но не так они отполированы могут встретят встречаться и заусенцы со временем они конечно пропадают но для меня несравнимо бесконечно могут этим дифирамбы на постсоветском пространстве принято держать крючок как ручку я тоже вот так держу и вяжу очень быстро как-то от природы у меня склонность и опыт приводит к тому что вяжешь быстро 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 в основном в мире тоже используется и такой захват но в основном вот такой захват и при том и при другом захвате у вас очень очень подвижное запястье если вы вяжете очень много могут появиться дискомфортные ощущения в запястье но это перевязание в течение многих и многих часов конечно вы больны вязать как вам удобно и не существует не в спицах не в крючке никаких правильных техник правильных захватов все-таки у всех разные пристрастия все по-разному любят держать инструмент поэтому здесь я могу вам сказать чтобы вы вязали так как вы привыкли как вам удобнее держать крючок это как-то зависит от природы человека от его эргономики я вижу вот так при этом мне не важно с ручкой крючок или без поэтому если вы вяжете с захватом держите крючок как ручку вам никакие эргономичные ручки вот как у ади есть для всей ладони вот тут всякие сгибы это именно для такого захвата вам такие большие массивные ручки с разными выступами и впадинами они вам не нужны рассказала считаю это очень очень важным а давайте еще сравним и мне само интересно с ровким тулип и кловер а вот в чем разница вот я как-то это чувствую тулип видите здесь под носиком немножко больше материала вот здесь разница видите а у кловер больше выемка я чувствую этот момент в процессе вязания прям очевидно поэтому он еще удобнее для меня все понятно пока я убираю все крючки которые мне магазина привезли для того чтобы я вам смогла показать и порассуждать я надеюсь вы учли мои рекомендации другие фирмы тоже у нас представлены это так основное и учу агу есть крючки но это у них главное конечно спицы так дорогие мои смотрите я выбрала светлую пряжу чтобы вам показывать как я вам и говорила средней толщины я буду вязать и свою любимую и своего любимого хлопка от велтус он плоский джита мятного цвета известная пряжа знаменитая она очень красиво тоже в изделиях смотрится а если у вас есть такая возможность я вам бы эти советую потому что у вас не будет это пляже расслаиваться то же самое только немножко другая текстура а здесь этот хлопок плоский он хорош для вязания спицами и только по кругу лучше не вязать ни из какого хлопка туда-обратно для вязания спицами и крючком и так цепочка из воздушных петель без нее никак давайте научимся ее вязать первое что необходимо сделать это взять нить оставить небольшой кончик сам крючок слева под эту нить провести направить носик к себе и у нас получается вот такая петля мы эту петельку фиксируем среднему большим пальцем держим крючок как ручку не обращайте внимание вчера везде не убиралась сломала ноготь и подхватываем нить как мы держим нить я набросила ее на указательный палец и ту ниточку которая идет клубку я придерживаю безымянным и мизинцем не очень сильно без энтузиазма сначала все у вас будет неловко но за один день несколько лет назад я учила дочь вязать она у меня уже взрослая можно вот так держать уже спокойно без напряжения вы быстро освоить этот момент крючок мы заводим слева под нить в натяжение протягиваем в петельку а петельку мы с вами держим как следует вот она просто скрещена и протянули петлю и еще раз накинули и протянули и теперь мы отпускаем петельку и завязываются узелок это начало давайте еще разок первое что мы делаем вот так крючком образовали петлю взяли ее потом мы подхватываем пряжу вот таким движением вертим запястьем правым нить проводим в петлю не важно как вы не будете вытягивать здесь не принципиально и еще раз в петлю два раза после этого петельку опускаем вниз крючка чтобы не соскочила и завязывается узелочек что она с вами получилась аккуратно узелочек хвостик не жалейте пускай он не будет слишком коротким и после этого вы уже горды собой вы научились вязать крючком в этом месте ставим лайк моим начинанием по курсу вязание крючком так это была шутка теперь мы возвращаемся к нашей позе здесь мы держим как ручку крючок указательный палец под нить придерживаем вот здесь пока и хвостик между прочим и основную нить и учимся вязать цепочку из воздушных петель так то же самое оттачиваем это движение я просто как дышу уже вяжу крючком поэтому мне очень сложно описывать тот процесс который уже сам собой идет надеюсь все понятно протягиваем вот здесь мы уже отпускаем хвостик после нескольких петель или после первой держим средним и большим пальцем узелочек у нас свободно лежит нить на указательном пальце а здесь мы держим двумя пальцами нить которая идет клубку так смотрите вот наша поза мы заводим крючок протягиваем заводим протягиваем так чуть позже поговорим о соответствии крючка и толщине толщины пряжи она не всегда такая как указано на пряже у всех своя манера вязания кто-то вяжет очень туго кто-то средний кто-то свободно я в среднем таким энтузиазмом налегаю но теперь вам необходимо очень муторно вязать километры буквально вот этой косички гусенички пока у вас все петельки не будут абсолютно одинаковыми а вначале они бывают вот такие всякие кривые косые очень важно чтобы вы держали косичку не вот не как-то не как попало тогда у вас будет все перекручиваться вы должны держать гусеничку большим и средним пальцем вот смотрите у всех разная манера еще как держать указательный палец но вы должны держать так чтобы петля нижняя планочка на там одна она была сзади она вас смотрели петельки ровно и тогда у вас будет ровная косичка и вот здесь вам нужно регулировать насколько у вас вытянута петля перед тем как в нее продеть пряжу и пока вы весь этот процесс не соберете в кучку не будете вязать как я конечно это сразу не придет к вам если вы только вот с нуля да у меня курс вам обязательно нужно это шлифовать в процессе шлифовки этого дела у вас могут быть всякие разные казусы в общем в целом я считаю что ну несколько часов на это потратить нужно пока вы не почувствуете себя уверенно ваши руки не привыкнут ко всему этому к постановке потому что конечно и мозг тоже привыкает к этому вы доводите до автоматизма обязательно цепочку воздушных петель я научилась вязать в три года я хорошо это помню сама по себе такая цепочка очень очень часто элемент вязание крючком это всякие арки сетки это начало вязания в круг один из способов который мы сегодня с вами будем разбирать и говорите об этом то есть распускайте обязательно если у вас какая-то криву ли на вышла кривая петля что-то запуталась и продолжайте смотрите что значит пряжа не подходит крючку если у вас получается слишком свободная петля то есть в ней какая-то большая большая дыра вот если бы в этой пряжи например вот такая была петля это явно я взяла слишком большой крючок для этой пряжи например я беру крючок 4 для плечевого изделия в принципе если у меня стоит задача чего-то свободного и в зависимости от техники это допустимо если техника будет определенным но этот крючок явно велик для данной нити я не люблю когда подбирают по толщине крючка по самой хотя это она и есть 4 миллиметра то есть я ориентируюсь по самой петле по рыхлости полотна у нас пока с вами речь идет о цепочке воздушных петель это очень просто я думаю вы быстро освоите этот момент а дальше все пойдет легче потому что ручки у вас правильно стоят на первоначальных этапах у вас будет напряжение вот здесь в мире очень по-разному все держат давайте еще раз завяжем узелочек потом вы автоматически будете его так завязывать и все все держат по-разному палец указательный кто-то вяжет вот так буквально смотрите нить лежит на пальце в турции во многих странах наматывают вот здесь никакого нет напряжения но палец натирается и даже отекший становится со временем от такого вязания почему-то в восточных странах часто используется такая техника может быть вам будет интересно потом они распускают часть так тут они не держат вот так как-то вяжут потом распускаем потом опять наматывают через какое-то время поэтому неважно вяжите как вам удобно насколько у вас далеко указательный палец главное чтобы он не был напряженный чтобы он совсем вот такой вот не был как торчащий а вот этот спазм нижних пальцев которые придерживают нить нить от клубка он со временем пройдет на первоначальном этапе мне думается неизбежно некоторое напряжение вот этот момент очень важно мы с вами разобрали и сегодня я хочу поговорить о вязании круговом начнем изучение скругового вязания часто мы начинаем вязать какой-то круг это может быть любое изделие это может быть мотив который мы будем соединять потом в плечевое изделие это может быть салфетка скатерть подушка сумка как какое-то начало круга смотрите начало 2 1 самый распространенный вариант который со многими остается очень надолго это определенное количество воздушных петель их количество зависит от того сколько столбиков потом будет провязана в этот круг например 6 давайте провяжем 3 4 5 6 и вот теперь мы следим за ровностью наши гусенички и мы с вами освоим соединительный столбик посмотрите нам надо вот эти две планки мы с вами уже изучили что каждая петелька это одна задняя планочка и две передние мы с вами эти двойные планочки петель очень ровненько направляем в центр круга вот таким образом подхватываем без перекручивания подхватываем у первой петли продеваем крючок под заднюю планку правой рукой удерживаем хвостик здесь натяжение подводим крючок и через две петли соединяем все мы получили кружочек в которой мы потом будем вязать столбики самые разные это могут быть столбики без накида столбики с одним накидом с двумя все что угодно очень важно чтобы не было перекручивание вот так соединительный столбик давайте еще раз раз и соединили через первую петельку протянули через вторую или через две сразу и подтянули главное чтобы все было аккуратно далее существуют разные техники можно начать вязание столбиками разными и потом заправить нить в первую часть этот этих столбиков с изнанки можно вокруг ее заранее вот так выложить даже два раза можно выложить и провязывать так что ниточка сразу заправиться давайте попробуем и так и так и я предлагаю сегодня изучить столбик с одним накидом для столбика с одним накидом существует два варианта столбика подъема из двух воздушных петель давайте имитировать первый столбик с одним накидом 2 воздушные петли многим подходит такой вариант все зависит от цели и задач если вы будете сам столбик провязывать не высоким я имею тенденцию немножко вытягивать первую фазу столбика с одним накидом сейчас мы будем его вязать поэтому иногда я провязываю 3 воздушные петли подъема и на разных схемах мы увидим иногда разное количество столбик с одним накидом давайте посмотрим как его провязывать мы делаем держим нить как привыкли держим наше колечко средним и большим пальцем делаем накид снизу и с этим накидом давайте нырнем в кольцо если мы вяжем туда обратно обычно в первом ряду мы с вами будем не никакого кольца там нет там есть петельки каждый столбик будем вязать туда обратно в отдельную петлю здесь в кольцо сделали накид и в колечко давайте медленно ввожу крючок и подхватываю вот так с правой стороны нить вытягиваю в кольцо и степень вот этого вытягивания регулирует высоту столбика чуть-чуть вытягиваю провязываю две первые петли и опять подхватываю нить и провязываю и оставшиеся петли вот у нас образовался столбик невысокий давайте еще один про вяжем столбик и еще раз вяжите столбики осваивайте если вы уже умеете делать основные фазы можете просто вязать слушая на фоне что-то интересное может были себя сегодня узнаете либо переходить к следующим частям постепенно буду снимать курс да можно же вязать не вот так чуть-чуть вытягивая все зависит от вашего характера можно вот эту первую часть вытягивать как-то сильнее вот она сама видите так вытягивается потом две петли у всех своя манера провязывания столбика с одним накидом и теперь давайте разберем с вами фазы провязывания этого столбика то есть получается что мы с накидом вытянули две петли и две петли мы с вами провязываем смотрите 2 и 2 и образуется столбик что такое полустолбик полустолбик это когда мы с накидом ныряем подхватываем и провязываем не 2 и 2 а провязываем сразу все 3 видите как сразу вам показала давайте еще раз вытягиваем и провязываем не 2 и 2 а провязываем сразу все три таким образом мы с вами уже научились вязать цепочку из воздушных петель замыкать ее вкруг соединительным столбиком соединительный столбик очень часто применяется немножко начали говорить о столбике с одним накидом и я вам показал разницу то что столбик с одним накидом провязывается 2 и 2 а столбик который называется полустолбик провязывается сразу все три петли он более пышный получается например в шапочках используется часто во многих узорах и продолжим разговор о столбике с одним накидом я вам покажу как такой столбик связать чуть повыше он такой красивый получается называется он патентный столбик с одним накидом мы делаем накид патентными могут быть столбики с разным количеством накидом смотрите он провязывается так не 2 и 2 а сначала мы провязываем только одну первую петлю потом 2 и 2 сейчас я вам покажу как он выглядит несколько провяжу одну две две одну две две вот такой красивый столбик он немножечко он немножечко витиеватый тоже имеет место быть нюанс патентными столбиками могут быть столбики с разным количеством накидов но сегодня мы не будем с вами этим заниматься сегодня мы с вами вяжем столбики разные и провязываем столбики с одним накидом например для нашего первого изделия которое мы сегодня с вами будем вязать сейчас появится изображение на экране это набор таких симпатичных подложек не просто салфетки витиеватые а более-менее практичная вещица нам нужно провязать 12 столбиков в кольцо поэтому мы учитываем столбик подъема и считаем провязываем в кольцо таким образом 12 столбиков а теперь я вам покажу вторым сам так называемое магическое кольцо почему я так сразу вам хочу показать сначала вы не пугайтесь но дело в том что основные приемы вот как привыкнешь так и будешь вязать я например долго без нить обрежу она немножко и стрепалась пока я вязала вязала кусочек чтобы все было красиво все дело в том что дело привычки сразу оба способа я покажу вам как же делается просто кольцо из нити не из воздушных петель в которой мы вяжем определенное количество столбиков оно нужно для того чтобы не было большой толщины в серединке образовавшегося ряда первого бывают такие случаи не было утолщения все таки эти петельки они дают утолщение в серединке иногда хочется чтобы его не было так мы накидываем хвостик на указательный палец левой руки потом еще раз его хвостик оборачиваем крючок вводим вот так под колечко нить от клубка мы подхватываем и у нас образуется петелька мы вынимаем палец еще раз я вот так выкладываю нить и провязываю первую петлю и далее вот у нас столбик например 3 воздушные петли подъем и следующий столбик я вяжу в эту двойную петлю и все столбики я вяжу эту двойную петлю провязала несколько штучек и затягивают так как у меня петелька двойная это требует некоторых усилий затягиваю после того конечно вот я до конца затянула до конца не нужно провязываю все столбики и крепенько затягиваю давайте еще раз сейчас я распущу провяжем полностью 12 столбиков таким способом и так берем хвостик набрасываем еще раз набрасываем крючок вводим под петлю продеваем нить вот у нас петелька теперь аккуратненько вынимаем палец перекручиваем таким образом накручиваем двойное колечко провязываем столбик подъема нашем случае и вяжем еще 11 столбиков всего же нам 12 нужно получить 1 2 как столбики вязать я вам уже показывала поэтому я быстро провяжу смотрите у меня уже 12 столбиков провязана можно вот так вытянуть длинную чтобы не держать крючок вы перехватываете и спокойно затягиваете как здорово да получается как бы вы не провязали в кольцо ли либо воздушную такую магическую петельку вам нужно замкнуть круг и тут нам потребуется второй соединительный столбик у нас три и мы вводим крючок под третью петлю по две планки вот так подхватываем нить и протягиваем ее в последнюю петлю мы провязали с вами ряд какой еще есть нюанс вот этот столбик подъема 1 который у нас был из 2 или 3 воздушных петель в зависимости от манеры вашего вязания столбика какая она потом со временем выработается он может быть провязан по разному я потом отдельно об этом буду говорить потому что три воздушные петли визуально отличаются вот дальше мы будем вязать следующий ряд видите отличается от столбика и в принципе это полосочка в кругу будет немного видно для перфекционистов не очень подходит поэтому есть разные способы имитации но пока это все слишком для нас сложно а мы тем не менее с вами уже провязали первый ряд нашего изделия это такая подложка из хлопка да если вы хотите иметь готов изделие вы можете связать набор шесть таких штучек будет очень даже мило они могут быть разноцветные или одноцветные во втором уроке мы уже начнем с вами изучать схемы как правило о том что мы с вами уже прошли давайте поговорим кольцо из воздушных петель отображается как просто круг в которой вяжутся столбики находится в центре да можно догадаться просто круг столбик с одним накидом это длинная палочка с одной черточкой эта черточка может быть косой либо прямой количество черточек это количество накидов соединительный столбик отображается как маленькая скобочка практически все схемы крючком по сути это рисунок в отличие от спиц где узор не настолько похож а здесь просто нарисован нарисовано вязаное полотно либо в нашем случае кругленькое изделие и вот этот соединительный столбик отображается как маленькая маленькая скобочка между вершинами двух палочек с одной черточкой скобочка присоединиться нам нужно эти два столбика мы соединяем воздушные петли изображаются двумя способами на схемах это либо маленькая черная . либо маленький черный овальчик как рисинка давайте перейдем ко второму ряду по нашей схеме второй ряд это три воздушные петли подъема это первый столбик мы поднялись и сюда же как мы видим по схеме нам нужно провязать столбик с одним накидом и далее второй ряд сегодня мы на втором ряде с вами закончим потому что это слишком много если вы супер супер начинающие вам нужно отрабатывать вязание столбиков воздушных петель давайте провяжем второй ряд смотрим на схему вот столбик подъема сюда же провязываем столбик с одним накидом далее по схеме у нас воздушная петля теперь мы в каждый столбик будем вязать по два столбика с одним накидом делаем накид вот вот второй столбик мы в него провязываем два столбика с одним накидом раз и два воздушная петля далее воздушная петля воздушная петля раз два я здесь уже вижу быстро потому что я показала вам а вы вяжите со своей скоростью как только почувствуете себя уверенно в вязании столбиков я вам рекомендую сделать круг из воздушных петель они вот этот вот эту замкнутую петельку если вы начинаете но освоите ее сразу чтобы знать как ее делать когда мы довяжем с вами этот ряд обязательно посчитайте пару у нас должно быть 12 пар соответственно количество столбика должно быть 24 всегда в каждом ряду пересчитывайте часто ошибки бывают один раппорт узора мы теряем какую-нибудь одну парочку не туда провязываем или не довязываем потом уходим далеко и не складывается узор что такое по схеме а мы ошиблись либо изначально в количестве столбиков плохо пересчитали либо здесь в каждом ряду индируйтесь пересчитывайте и подстрахована вазе давайте закончим второй ряд заканчивается он так смотрим на схему два столбика воздушная петля и знакомый нам соединительный столбик мы считаем петельки раз-два-три и здесь существует тоже нюанс классическое присоединение соединительным столбиком она идет по две планочки которые сверху лежат вот этой третьей воздушной петли но тогда вот здесь как тут небольшое отверстие образуется очень часто при вязании по кругов поэтому я часто присоединяюсь посмотрите пропуская правую планку петли заднюю и одна планочка левая остается слева ввожу крючок подхватываю нить вытягиваю и потом протягиваю и вот таким образом до присоединяюсь почему потому что тогда этот столбик выглядит более натуральном как бы к нам развернут если же мы соединимся под эти планки он развернется боку и будет не такой объемный вот и все дорогие мои завтра мы с вами этот при к это прекрасное изделие до вяжем также изучим основную классическую очень простую обвязку в самом простом варианте который называется рачий шаг так что до следующей части нашего курса надеюсь вам понравилось пишите обязательно свои комментарии дополнения замечания конечно же и задавайте вопросы я постараюсь следующем видео все пояснить и прислушаться к вашим рекомендациям жду вас в нашем замечательном магазине проходите на сайт звоните нам и подписывайтесь все пока пока целую обнимаю